Спасибо. Я действительно хочу познакомить вас с опытом и своими размышлениями о работе с людьми, перенесшими инсульт. Уже 11-й год я работаю в волонтерской программе. И в нашей волонтерской программе, где-то 15-20 волонтеров, которые периодически меняются у истоков этой программы. И 4-й год я веду арт-терапию, тоже как, естественно, волонтер. Она вся программа волонтерская, с людьми, перенесшими инсульт. И поэтому сегодня вот такой вот опыт хочу предоставить вашему вниманию. Вот на этом слайде есть ссылка на сайт. Если вас заинтересует подробнее какая-то информация, бывает иногда какой-то обмен будет полезен, то, пожалуйста, будем рады любым контактам. Сразу хочу сказать, что в этой программе так называемая мастерская только один из фрагментов программы, вовсе не самый основной и главный, но тем не менее существенный. И мне кажется, это очень важный такой подход. Я несколько слов, прежде чем подойти к арт-терапии, скажу немножечко о переживаниях после инсульта, потому что арт-терапия направлена на проживание того жизненного кризиса, в котором оказались эти люди. И поэтому несколько слов начну именно с этой странички. Ну, представьте, люди, которые оказались в полном параличе, некоторые потеряли речь, некоторые полную двигательную способность на какой-то на год, бывает, да, на полгода, в зависимости от степени поражения. И, конечно, и когда при них такие случаи бывают постоянно, когда врачи при них говорят, ну, пожалуй, это уже овощ, с него мало что. И все это они слышат и понимают. Если кто-то из вас смотрел фильм замечательный, и, ой, как же, там про бабочку, как же это? Скафандр и бабочка. Скафандр и бабочка. Ну, вот как раз это тот яркий переживание, который показывает эту всю картину. Поэтому, конечно, есть и страх, и стыд за беспомощное свое состояние быть. А гузой для близких никому неприятно. А если человек обездвижен, то, понятно, это сложно. Естественно, идет злость на судьбу, на свое состояние, на всех окружающих. Конечно, страх остаться инвалидом, а может быть, потому что такая жизнь, никто не хочет выбрать такую жизнь, естественно. Поэтому переживания сами за себя говорят. Почему мы можем предполагать, что все-таки переживание и инсульты – это жизненный кризис? Ну, вот по всем признакам, на наш взгляд, это не только моя позиция, а позиция команды волонтеров. Безусловно, переживание и инсульты – это жизненный кризис. Ну, во-первых, потому что действительно это то событие, которое делит жизнь на до и после. И фактически, если серьезное поражение, то возврата к прежней жизни уже практически быть не может. Работал человек ювелиром, он уже больше никогда не будет ювелиром. Работал человек директором школы, вот моя подруга, с которой тоже случился инсульт, она никогда не будет ни учителем литературы, ни директором. И это потери своей идентичности, когда человек должен выстраивать себя фактически заново, заново искать, что же, если вот отпало, то значимое дело. Даже круг людей, социальный статус – все отпало. Кто я есть, где я есть, вообще как мне жить, на чем мне основываться. Действительно происходит в этот момент кардинальная переоценка ценностей, оценка всего жизненного пути и поиск нового образа жизни, новой идентичности в какой-то степени. Потому что, кроме всего прочего, сам инсульт тоже дает определенные переживания к той же чувствительности, такой особой слезливости, обидчивости. То есть ко всем характерологическим вещам еще добавляется некий особый, ну как бы такой уровень синдитивности, он явно меняется. Ну вот ТАРТ-мастерская, когда... О, получилось. ТАРТ-мастерская, которую я веду уже четвертый год, это две последних фотографии за две последние года. У нас занимается обычно 12-14 человек. Здесь есть, по-моему, один волонтер, да, и остальные люди, перенесшие инсульт. При этом у нас в программе... Сейчас инсульт молодеет, к сожалению. И есть... Были в программе даже ребенок, который 12 лет перенес инсульт. Вот здесь на одной из фотографий молодая женщина, которая в 35 лет перенесла инсульт. Сейчас она уже паралюбиец, она участвовала в паралюбийских играх в Лондоне, вот последний раз. Мы вообще гордимся, что это вообще-то возможно, да. То есть, безусловно, программа поддерживает таких людей, и что-то происходит. Ну вот немножечко теперь уже о том, как мы работаем. Когда я думала, как мне представить опыт, мне захотелось с вами поделиться, во-первых, теми механизмами, которые, мне кажется, работают в арт-терапии. И ее спецификой такой. Правда, действительно, не только вот эта цитата, которую я случайно нашла в интернете, действительно наткнулась где-то, когда размышляла в арт-терапии. Мне кажется, она точная. Не только автор создает работы, но и работы творят автора. Действительно, процесс творчества уже сам по себе влияет на самого человека, который работает. Ну и действительно, творчество – это момент создания будущего в настоящем. То, что рождается сегодня, тот микромодель, как я взаимодействую с материалом, с человеком, со своими смыслами. Это переходит в обычную жизнь. Поэтому можно, на мой взгляд, думать о том, что то, что здесь происходит, оно потихонечку входит в эту жизнь. Мне хотелось показать достаточно, здесь будет много фотографий, потому что есть вещи, которые трудно о них рассказать, но вы почувствуете, глядываясь в эти лица, почувствуете, как эти люди работают. Но сначала задача арт-терапии, которую мы ставим. Прежде всего, первая такая задача очевидная – это помочь снять тягостное чувство напряжения, усталости, оживить жизненные силы. Вы знаете, ощущение, что эти силы где-то в глубине есть, но они недоступны человеку. И вот задача их – оживить, сделать их доступными. Потому что в ядре они пока уходят на недовольство судьбой, на беспомощность какой-то переживания. И вот задача как раз – оживить жизненные силы, продуктивные, чтобы потом можно было как-то решать свои жизненные задачи. Очень важно, что помочь… Мировосприятие изменяется, это точно. Все люди после инсульта говорят о том, что они по-другому видят людей. Они становятся внимательны, говорят, до этого я вообще не видел, что в мире есть инвалиды. Ты подумаешь, люди там хромают или что-то. Они теперь обязательно их видят, подходят, помогают, спрашивают, нужна ли помощь, они ли не инсульт ли у тебя, или просто какая тебе помощь сейчас нужна. И там бит и бит его везет, но тем не менее. И важно помочь им выразить это ощущение и себя, и мир. Потому что, ну, как бы получается, что они оказываются в изоляции, потому что близкие работают, надо вообще-то обеспечить какие-то условия жизни для больного человека или для себя. И вообще-то до конца трудно… И нам, как мы вчера уже многие говорили, невозможно понять здорового человека до конца того, кто перенес инсульт. Но когда они понимают друг друга, почему очень важно это пространство выдать, чтобы они выражали это ощущение себя и мира. Естественно, важно, чтобы появилась вот эта вдохновленность жизни и творчества. Очень трудно вообще-то было в начале, когда первый год ввели мы программу, и первый год я занималась и арт-мастерской, вообще стимулировать экспериментирование, пробы. Потому что вообще-то у них есть страх пробовать, потому что, ну, попробовали, и все равно неудача, и кажется, как же. И вот как раз ощутить вдохновение, чтобы разрешить себе экспериментировать, тоже вот арт-мастерская на арт-терапии на это работает. Ну и действительно, очень важно по почвам взглянуть на свою жизнь, на самого себя более реалистично. Сегодня я в перерыве тоже подошла к Тане, вспоминая ее прошлое выступление о Карпунькиной, вспомнила, как она рассказывала о воспитании детских домов, что стоит такая задача, прям, скажем, звучит, которая странно, убить надежду. Но и мы в такой же ситуации порою важно убить надежду на то, что все будет точно как раньше, после инсульта порою. Есть люди, которые, если слабое поражение, восстанавливаются действительно как раньше, но у нас в программе те, для кого как раньше уже не будет, будет совсем что-то по-другому. И поэтому здесь более реалистично, но с необычной стороны посмотреть арт-терапия, мне кажется, дает такие возможности. Ну вот наши, как-то вы видите, я параллельно и веду арт-мастерскую, и сама, кстати, делаю тоже в этот же момент работы, пытаюсь фотографировать. Для них же очень важно вернуться к этим смыслам и посмотреть на себя. Если вы наштайд откроете, вы сможете галерею там глянуть. Несколько слов о специфике экспрессивной арт-терапии, потому что арт-терапии сейчас очень много видов есть, и терапия произведениями искусства и так далее, и так далее. Несколько слов, почему, в чем специфика экспрессивной арт-терапии. Прежде всего, это самостоятельное, спонтанное творчество участников. Вот как раз-таки спонтанность нам и важно пробудить, она вообще-то зажата. Рискнуть протянуть руку к какому-то материалу, рискнуть делать, когда я даже интуитивно не понимаю, что с этим потом произойдет, это не так просто. Но вот это специфика экспрессивной арт-терапии. Конечно, экспериментирование с различными материалами, вы на фотографии увидите, мы не только рисуем, делаем разные вещи. И как раз здесь очень важно включить все ощущения, какие только возможно. Поэтому, наверное, важно, что здесь есть позволение не просто экспериментировать, а интуитивно находить способ, приемлемый для человека той или иной задачи. Потому что вообще-то интересно, представьте, они же работают одной рукой, одна сторона парализована, у кого правая, у кого левая. И им нужно найти способ, как там, ну не знаю, что-то привязать, что-то прикрепить, это все делается одной рукой. То есть, фактически, здесь очень интересный вариант. Решая творческую задачу, они решают еще и обучаются, как жить-то в этом мире, да? И учат друг друга, иногда подсказывают, как надо чем придержать, как там что-то приспособить. Это тоже удивительно происходит на глазах, они это делают почти незаметно. Если бы их эрготерапевт обучал, я думаю, что это было бы по-другому. А здесь, что называется, играючи, они вроде как даже обучаются, как обходиться в жизни с чем-то. Ну и еще одно специфическое качество, специфическое качество такой арт-терапии, то, что в центре внимания не столько продукт творчества, да, конечно, к чему-то мы приходим, но не это главное. Главное, насколько, как личность себя проявила, как потребности человека в этой работе отразились. И какие ценности, какие мотивы он в себе открыл, как он вообще себя здесь чувствует и как проявил. Пожалуй, вот именно это главное. Хотя у нас были арт-мастерские, арт-терапевтические работы, когда мы дарили, например, свои работы в пансионат пожилых людей. И там украшали стены работами. Ну, как бы такой и был вариант еще интересный. И нам такой подарок мы принимали. Одна наша коллега, она тоже когда-то училась здесь экзистенциальной терапии, Илза Уршатская, возглавляющая психологическую службу в тюрьме. Там один заключенный делал для нас, вот здесь как раз эта верхняя фотография, вот эти маски, это сделал заключенный специально для наших инсультиков. То есть как бы одна, вот видите, волонтерская программа проквитывает другую. И потом уже мы вернули в слайд-шоу уже тому человеку, потому что он специально для нас это делал. Да, то есть как бы вот так тоже интересный такой обмен. Однажды безработные нам делали какие-то заготовки, чтобы мы могли дальше что-то делать. То есть мне кажется, что это тоже они чувствуют, что они не зацикливаются, А это как-то, ну, идет какой-то обмен совершенно с разными категориями людей. Ну вот теперь уже подробно совсем о специфике. Первое, это, конечно, метафоричность. А в терапии любой творческий продукт действительно метафорой отражает множество смыслов. И мы относимся к любому продукту как к метафоре. И смыслами получается окрашивать, находит эти смыслы, обнаруживает эти смыслы, открывает сам человек. Очень важно, что специфика еще от терапии состоит в том, что есть какая-то периодичность. Обычно мы в терапии встречаемся терапевт и клиент. Здесь еще есть творческий продукт. Получается, мы опосредованно можем разговаривать с клиентом, и это более для него безопасно, говорить от имени своего продукта, произведения, да, чем напрямую порой. Экспериментальность, о которой я уже говорила, и здесь новый опыт, понятно. Диссоциированность с проблемой. Вот это когда-то нам нужны специальные усилия, чтобы вынести проблему, да, диссоциировать порой. Здесь уже по факту проблема диссоциируется в том, как что-то не получается, что-то ему не нравится, как происходит, и уже мы можем с этой диссоциированной проблемой работать. Легче действовать. Ну и здесь на ресурсность, потому что однозначно здесь такой творческий потенциал есть, и можно его потом использовать. Ну вот теперь мне хотелось бы пройтись по основным механизмам, которые, мне кажется, работают в арт-терапии, а не обеспечивают ее эффективность. Ну, первое, это игровая ситуация творчества действительно дает свободу выбора. Как бы действительно играючи легче выбирать, потому что когда мы делаем серьезные жизненные выборы, то напряжение больше, тревоги больше. Но тем самым напряжение снимается. Казалось бы, мы выбрали просто материалы, из чего там узелок завязать на память, вот на одной фотографии здесь, да, или что-то еще сделать. Но потом мы когда осмысляем, как мы делали этот выбор, то получается, игровой выбор становится моделью серьезного выбора. То есть, по крайней мере, человек обнаруживает, а как он вообще эти выборы делает. Даже в простых жизненных ситуациях повседневных. Еще такая мысль, мне кажется, важная. Арт-терапия создает атмосферу увлеченности в живой процесс творчества, и затем сам автор, отстраняясь от своего продукта, он как бы на него смотрится в стороны. Но, наверное, те, кто из вас писал статьи, стихи, вы знаете, я знаю, в себе тоже такой эффект. Написала статью, проходит какое-то время, я смотрю на нее, как на чужое произведение. Так даже думаешь, это я ли написала, вот что там такое. А здесь это происходит уже, ну вот, в буквальном виде, потому что через время уже можно посмотреть на что-то со стороны. Каким-то себя увидеть, почувствовать. Такое и послание услышать самому себе. Еще очень важный момент, что благодаря осмыслению самого процесса творчества, процесс творчества, я здесь попыталась расшифровать, и манеры, и стиля работы, и переживаний, встречи с препятствиями материала, потому что препятствия материала, это те же препятствия, которые у нас есть в жизни, только смоделируемые на этом микроварианте. Какие-то свои ожидания, стереотипы. И это дает возможность родиться инсайтом. Потому что мы вроде от простого идем более, смотря на это, как на микромодель, к сложному. Очень важным оказывается, когда встречаются участники, наши виборовцы, да, я не сказала, извините, почему вибор, да, это латинское слово, может быть, у вас и возникли вопросы, извините, вдогонку скажу. Мы долго выбирали название, наше общество, вибор, это в переводе с латинского жизненная сила, жизненная энергия. Вот это не случайное название, поэтому здесь я буду использовать это слово, чтобы не удивлялись. Так вот еще один важный механизм, когда человек ищет, где созвучие, где разнозвучие, потому что можно позаимствовать от того, где есть созвучие, можно позаимствовать в этой разности. И вот когда идет всматривание в работы других, то тоже это оказывается важным. Конечно, ну, простой механизм, который нам всем знаком, это понимание со стороны других, включает, конечно, смелость некоторую, дремлющие возможности. Можно рискнуть и говорить как-то, хотя не получается. Вот справа как раз человек, который плохо говорит, он к нам пришел, вообще мычал в программу сначала, Володя. А потом, сейчас, когда вот первый раз прочел, в лесу родилась елочка, это была большая победа. Сейчас он уже говорит, да, запинаясь, да, ну, с трудом, но все-таки он говорит. И вот когда он говорит о своей работе, ему легче говорить о своей работе творческой, нежели когда ему задают вопрос, там, ну, какой-то серьезный. Тут какие-то барьеры, разумеется, снимаются. Естественно, разрядка эмоций дает и уменьшение тревоги, потому что у вас много юмора, много смеха, потому что бывают забавные ситуации, как он управляется с той или иной задачей. И действительно такая атмосфера, она уже создает эффект. Очень важно, что возникает открытость своим чувствам. Именно через работы люди исследуют свои чувства, потому что сначала ведь действительно каких-то чувств, как и все мы, в какое-то время боялись. Страшно встретиться со страхом, со злостью, а вот здесь это возможно. Ну, видите, мы работаем тут с разными материалами. Вот человек на коляске, например. У нас работают именно, приходят те, с теми мы работаем, кто может до нас добраться. Ну, с помощью родственников, с помощью коляски, какие-то опор, поэтому вы здесь увидите в разных ситуациях людей. Ну, вот то самое экспериментирование, когда как-то люди пробуют работать по-другому, по-новому, и пытаться понимать, а что они сейчас сделали непривычным для себя образом, как это сработало. Причем мы им предлагаем задачи, которые, ну, казалось бы, подуть из трубочки на тушь, да, чтобы там картина разлилась. Но даже это им трудно сделать, потому что вообще-то дыхание, ну, тоже ненормировано. То есть мы даже, когда ищем способ работы, ищем, как они могут поэкспериментировать, чтобы открыть, а как они относятся к тому или другому моменту. И даже разговор через маску, которую она получилась, вот они, видите, такие странные даже некоторые маски, ну, действительно, хочешь не хочешь, а вылезает какая-то сущность, которая в этот момент или болит у человека, или как-то проявляется. Если бы видели, там, платящая маска была одна из них. Очень важно, что появляются нестандартные подходы. Вот это принципиально новое, оно как раз и дает другие силы. Понимание своего сходства с другими облегчает, со мной стороны, страдания, но и нормирует происходящее. Вот это правило нормирования, когда не мы говорим, это нормально, а когда они сами убеждаются, что раз не только у нас, а еще у кого-то, у других это происходит, то это нормально. Поэтому в этом смысле идет обмен опытом не просто тем, как мы, кто-то, как выполнили работы, а обмен опытом, как мы в жизни действуем, потому что постоянно идет параллель с тем, как мы справляемся с жизненными задачами. Ну, как раз эта атмосфера теплых отношений и надежду укрепляет, и повышает жизненный тонус. Очень важно, что в процессе этого диалога с тобой, который мы предлагаем в процессе работы, как раз и возникает такое схватывание существенных отношений, какой-то проблемной ситуации своей, потому что мы радовались, когда уже на первый год этого не было вообще, когда я работала в арт-мастерскую, а сейчас уже человек делится реальными переживаниями, и горя, когда умер кто-то из близких. Это все равно в любой работе будет отражаться, но он уже способен поделиться, потому что первая была реакция замыкания, храню в себе, потому что, наверное, это никому не надо, и, наверное, это никто. Ну, что я буду загружать? И так все загружены своим. А вот здесь как раз появляется какое-то другое отношение, появляется новая какая-то связь между собой и своей ситуацией, в которой он оказался. Ну, и вот этот диалог действительно какой-то придает смысл, новый смысл, который человек обретает. Ну, новое видение, здесь буквально в смысле новое видение, мы как-то работали с темой рамки, что такое вставить рамку или обрамить эту, и как-то посмотреть через одну призму, через другую призму. И действительно, вот это для нас очевидная вещь, что в зависимости от того, как вчера Алла четко сказала, есть пессимистический стиль объяснения жизни. Ну, конечно же, люди после инсульта, ну, просто априори приходят с пессимистическим стилем объяснения жизни. Не знаю, что это появилось, попробую закрыть. Не знаю, что это. Так, не получилось. Сейчас найдем, где тут. Простите. Сейчас получится, будем надеяться. Ну, мышка. Вот, получилось. Вот, поэтому здесь как раз очень важно, что появляется другое немножечко отношение к себе и к жизни. Взаимодействие с другими, конечно, человек осознает, как другие влияют на него, потому что мы делаем некоторые работы специально делаем в парах, в группах, чтобы они могли почувствовать, как они меняются, если другой человек поступает так или иначе, действует так или по-другому. Очень важно, что действительно они пробуют новое. То, что вот, например, сейчас то, что облака рисует наша инсультница Тайга пальцами, она вообще медик, по-первых, образовали, потому что ей пачкать руки, это вообще отвратительное дело. У нее чувство брезгливости появляется, когда мы укладываем краски. Но, тем не менее, она... А потом она увлеклась, и вообще, когда появились ее облака, про которые мы потом говорили, ну, это совершенно другое состояние. Поэтому тоже интересно, как человек открывает свои новые способности, которые, казалось бы, вообще не про него. Ну, если... Значения, я думаю, тут не буду останавливаться, времени мало. Я хотела еще несколько слов, ну, такое очевидное совершенно. Наверное, не буду рассказывать об этом. Скорее, мне хочется, чтобы, глядя на эти фотографии, вот эти бутылочки, это у нас... Мы пытались посмотреть, знаете, как культурные слои в земле есть. Вот в нашей жизни есть тоже культурные слои, есть разные периоды жизни. Вот так вот они пытались осмыслить, осмыслить, а какая же их жизнь-то была, да? Вот какие там слои есть? Мы тоже про это рассуждали. Но хотела бы в заключение, поскольку времени очень мало, прочесть, поскольку я пытаюсь, когда их слушаю, записывать то, что они говорят, потому что мне кажется, это такие ценные смыслы, и им порой хочется к ним вернуться, потому что они не всегда в тот момент, когда делятся, даже сразу, ну, усваивают как бы, схватывают эти смыслы. И если вы откроете наш сайт, посмотрите некоторые, я просто там выкладываю, как такой короткий рассказ из всего, что высказано. Ну, например, одно из арт-занятий было по теме «Неудача – лучшая школа успеха». И мы пытались с ними разобраться, что такое жизненная неудача. Один из бегуровцев сказал, что это когда человек согласился со страхом, когда страх впереди, и тогда не видно конца. А для кого-то это трудный путь после падения. Падением называют они инсульт в данном случае, да, что, конечно, это самая большая жизненная неудача – это встреча с инсультом. Когда много непонимания, бессмысленности, растерянности. И вспоминая, они сразу, с одной стороны, говорят, что это главное падение, с другой стороны, говорят, что это стало важным событием. Когда они сначала считали инсульт жизненной неудачей, а потом обретением, один человек сказал, даже удачей, потому что он заставил остановиться, подумать, понять, зачем я живу. Благодаря инсульту научился и учусь, и учился смирению, понимание, что жизнь бывает разная, включая в себя поражение, жизнестойкости, когда пришлось собирать свою внутреннюю силу и полагаться 100% на себя в первую очередь. Вот эти открытия, мне кажется, конечно, они кажутся вроде такими простыми, но на самом деле они действительно, эти открытия как раз-таки возникают через проживание боли. Поэтому вот это высказывание Юлии Летевой, которое мне показалось очень таким точным, творчество – это туннель, по которому боль пробирается с радостью. Смешанные чувства возникают, могут быть в процессе такой работы и слезы, и в то же время радость, когда человек обнаруживает что-то важное для себя. Или вот другая тема, в заключение еще одну просто приведу. Я очень люблю Ивана Ильина, и сейчас вот были у Юры книги «Замечательная Ильина». Я иногда просто зачитываю, чтобы настроить их на какую-то тему, кусочки, и потом мы про это размышляем и делаем работу. Например, одна из тем такая была «Нет, и да» в нашей жизни. И по мнению Ильина, искусство говорить «Нет», отвергать злое, фальшивое – это вообще-то возможность сказать чему-то в жизни «Да», наоборот. И вот когда они рассуждали, о чему они говорят «Нет», и «Да» в жизни, то тоже было интересно, что вообще-то важно учиться говорить «Нет» своему раздражению, своей беспардонности, манипуляции, без лишней критичности, потому что сначала тоже как не понимают, я же ведь инвалид, должны же меня понять, а вот это надо пережить, что вообще-то никто не обязан. И, кстати, интересно, что тоже как они обнаруживают, что инвалидность – это понятие психологическое. Можно быть по факту инвалидом, но не чувствовать инвалидности, а можно наоборот из себя строить инвалида, даже если какая-то есть сложность. Ну и вот чему научились говорить «Да», новым начинанием, поиску смысла, помощи других людей, женственности кто-то, более быстрым возможностям и так далее. Вижу, что время мое заканчивается. Просто вам покажу некоторые темы, чтобы просто вам было понятно, как мы движемся. Но принцип такой, когда мы сначала, заявляется какая-то тема, как-то мы в нее входим, обмениваемся опытом, неважно и актуализировать их опыт, который уже есть, а потом после творческой работы еще раз посмотреть, а что сейчас произошло в этом опыте творческой работы. Ну, видите, темы самые разные, их перечень, поскольку, конечно, не полный, но кому будет интересно, загляните на сайт. Это их высказывание, как они сами считают, чем полезны эти занятия, потому что мы, когда подводим итоги года, безусловно, обсуждаем. Ну, здесь самые простые вещи, но для меня очень важные. Видите, важно, что человек делает, видит что-то по-своему, и иначе открывается для других. Удивительно, какие неожиданные пласты обнаруживают в себе и в других. Вроде простые вещи, на самом деле, не совсем простые, они действительно проходят через такое, знаете, затаенное дыхание порой. Ну, вот, наверное, на этом пока остановлюсь. Конечно, тут много, можно о чем еще говорить. Ну, вот, пока так. Спасибо вам за внимание. Минутку оставила, только минутку для вопросов. Ну, может быть, если будут, то задайте вопросы. Буду рада. И еще до вопроса хотела сказать, я привезла с собой несколько буклетов, которые мы тоже издаем для людей, которым нужна помощь, или для людей, которые готовы помочь. Я привезла три буклета. Один об инсульте, понятие преодолеть. Один, это как быстрее освоиться в быту, человеку, перенесшему инсульт, который мы сделали на основе опыта наших виборовцев. И один путеводитель по нашей программе. Я оставлю их удации. Просто я сейчас после выступления сразу отправляюсь на автобус и уеду, поэтому, простите, уже тогда пишите, звоните, буду рада любому контакту. А можно подойти к дации, и она тогда поделится, кому это важно, можно, нашими буклетами. Пожалуйста, какой-то один-два вопроса, может, мы спим. Пожалуйста, буду рада, если что-то появилось. Пожалуйста, поделите. Я вижу, что это разные материалы. Да. И есть тоже те. Как вы это как-то считываете, подумаете? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Спасибо. Это тоже мой творческий процесс. Например, появился интересный материал. Вот недавно я шла. Я теперь, знаете, как глаза наметаны, все смотрят, что такое может пригодиться. Начиная от того, что люди выбрасывают, или кончаются. Недавно купила пластмассовые шары, которые открываются, как новогодние игрушки, но они белые пластмассы. Оглумы, на Новый год мы там чего-нибудь изобретем. Как-нибудь что-нибудь. То есть иногда идет от материала. Например, ну вот знакомая техника декупажа, который там оклеивают. И вдруг дело к весне шло, и мы подумали, ну что просто декупаж, надо что-то посадить, подготовить почву, чтобы они что-то высадили, с этим ушли, с этим горшочком, который сами оформили. Мы притащили, подумали, тема замечательная, как подготовить почву для важного дела. И принесли в разные семена, всяких петрушек, там всяких, ну зелень всякую. Они выбирали, сначала оформили, то есть иногда сам, как бы вот идет фантазия от материала, да, что как бы вот оно вот, а давайте мы попробуем. А иногда наоборот. Вот, например, читаю что-то, и думаю, опа, тема, а где же такой материал, какой же материал? У нас там такие, ну мы собираем все, что плохо лежит, и все там, кто-то жертвует всякими лоскуточками, там, коробочками, бог знает чем. И вдруг появляется что-то иногда, вот просто тема, и тогда еще какой бы материал соответствовал этой теме. То есть движения бывают разные. Вот тут, например, вот есть работа, вы видите, с этим смелым, и с углем мы работали, да, когда вот эту темень растворяли, искали свет. Я когда занималась, проходила вальдорской, вальдорская арт-терапия, то это подсказку там, например, нашла, но только тему посмотрела, какая для них важна. То есть очень по-разному бывает, но вот самый главный лейтмотив, это то искусство жить. Поэтому мы так и назвали, как тогда, вот какая тема может помочь ощутить себя здесь в жизни полноценным, полным, реалистичным, творческим, и тогда, ну, не знаю, ответила на вопрос, вот примерно так. Поэтому по-разному рождается. Иногда кто-то, вот, например, с этими масками, ну, мы работали дважды с ними. Однажды я искала, кто нам их сделает, а тут мне просто коллега пришла, слушай, у нас есть заключенный, а я в них веду супервизию у психологов тюремных. Она приходит и говорит, на супервизию, слушай, у меня есть заключенный, который маски делает. Я говорю, слушай, красота, давай, нам это, конечно, пригодится. То есть иногда просто случайно, вот оно, как-то коллеги это знают, иногда кто-то, ну, что-то подсказывает, дарит через такое творчество. Примерно так. Так, если что-то еще, то, пожалуйста, буду рада, если это.